Всем привет, друзья, ребята, с вами Юранка, и сегодня я хотел бы рассказать вам о том, как можно поставить свое любое разрешение, а также пофиксить хат в игрушечке под названием Hide and Dangerous 2, а также для его дополнения под названием Sabre Squadron. В общем, смотрите, друзья, изначально вам нужно будет скачать архивчик, который так и называется Hide and Dangerous 2 Whitescreen Fix в описании под видео, после этого мы его открываем и вот эти файлики d3d8.dll, папку Maps и Scripts мы с вами переносим в папку с установленной игрой, казалось бы, все, но на самом-то деле нет, у меня предложено было заменить, не обращайте внимания, у вас предложено заменить не будет, скорее всего. В общем, мы с вами заходим в папку с установленной игрой, все это закинули, затем открываем папочку Scripts, здесь у нас с вами есть файлик под названием Hide and Dangerous 2.whitescreenfix в формате параметра конфигурации, я попытался поменять и изменить угол обзора, он изначально стоит 0-0, но толку никого это не дало, можно оставить в принципе все как есть и на самом-то деле здесь ничего не менять. Сейчас объясню, как будет меняться внешний вид в зависимости от того, как вы выберете фикс хат на единицу или на 0, не спешите запускать игру, потому что в данный момент патчик пока что не сработает, так как нужно внести некоторые поправочки. Изначально у нас с вами игра выглядит вот таким вот образом, 4х3, но разумеется очень неудобно играть на широкоформатных мониках и разрешение низкое и при этом еще вот огромные вот эти полосы, черные по экрану, неприятные. Вот так вот у нас с вами выглядит видео, в принципе все как бы ну как и положено под старые мониторы, когда все это выходило, как это все было. В общем, если вы поставите внимание, друзья мои, фикс хат, как стоит на единицу, вы оставите и не поменяете его, то картинка будет выглядеть вот таким образом. В главном меню все будет выглядеть вот так, то есть зеленые полосы справа и слева, но это не проблема, так будет все выглядеть только лишь в главном меню. Сама игра будет выглядеть у нас с вами вот таким вот образом. Обращаю ваше внимание, смотрите, если фикс хат стоит на единицу, то у вас будет хат располагаться чуть ближе к центру, но при этом он сохранит свои пропорции вот здесь и вот здесь. Если вы поставите фикс хат вместо единицы, поставите ноль, то хат будет немного растянутым и он будет ближе к краю справа и слева, соответственно будет находиться по краям, кому как удобно, так и выбирайте. Но есть еще одно но. Главное меню и разумеется загрузка будут уже полностью у вас по крайней мере на весь экран, вот таким вот образом. То есть в принципе как вам удобно, так можете выбирать на свое усмотрение. Смотрите, друзья, после того как вы внесли изменения, которые вам нужны, вновь открываем папку с игрой, здесь прокручиваем наш с вами количество файлов до самого практически низу и находим файл под названием ctube. У меня он по крайней мере еще вот такой вот стрелочкой в правую сторону зелененькой обозначается. Мы его открываем. После того как вы его запустите, как раз таки вот здесь и добавляется поддержка вот этих вот всех любых разрешений, которые вы и пожелаете. У меня включен DCR, я могу хоть 5К себе выставить. В общем, также рекомендую поставить Full Screen Anti-Lacing на 4х кратный. Затем также можно включить Triple Buffering и вертикальную синхронизацию. На мое также огромное колоссальное удивление, когда я обратил внимание, поддерживается Refresh Rate частота обновления. И можно поставить, если у вас поддерживается высокая частота обновления, даже 144 Гц частоты обновления экрана, друзья. Это просто нечто. Когда старые игры поддерживают такую частоту обновления, мне прям аж плакать хочется. Потому что это просто нереально. Плавность, крутизна и ничего более. Значит, текстур, quality, size у нас должно установлено быть на True Color. То есть, проще говоря, настоящие цвета. Ну, для более качественных цветов, разумеется. Sound. Здесь можно выбрать формат вашей аудиосистемы. Допустим, стерео 5.1, там, например, 4 колонки. Ну, или стерео колонки 2.0, допустим, обыкновенные. Также рекомендую не ставить галочку, ну, в общем, не включать кнопку Software Mixing Only и Disable X тоже лучше не включать. Можно открыть, в принципе, еще Expert Settings и здесь поставить Hardware Transform and Lightning. То есть, проще говоря, чтобы было аппаратное ускорение. Это, кстати говоря, тоже на огромное мое удивление работает аппаратное ускорение замечательно на RTX 3090. Что очень большим удивлением для меня является. Так как не все старые игры поддерживают вообще супер-мега-новые какие-то видеокарты. Потому что они, как правило, их просто тупо не распознают в большинстве своих случаев. В общем, все выставили, что нужно, закрыли. И после этого стартуете игрушечку. Ну, и, разумеется, вы увидите, как все будет выглядеть. Давайте я попробую вам это продемонстрировать. Видеоролики у нас с вами полностью выглядят на весь экран. Не знаю, сейчас вы видите, что происходит на экране или нет. Если не видите, то это проблема Бандикама, которая не хочет хватать игру. Некоторые ролики в соотношении сторон 4 на 3. Такие, как NVIDIA. Обратите тоже, пожалуйста, на это внимание. Вот, это видеоролик у нас с вами, ну, фактически на весь экран. Можно сказать, 16 на 9. Вот так вот выглядит главное меню. Мы нажимаем, создаем профиль. Я думаю, вы это уже сделали. Компания, допустим, модификация Sabre Squadron также у нас с вами имеется. Ну, допустим, компания. Запускаем, выбираем персонажей, которые нужны. И нажимаем продолжить. Нажимаем да. У нас с вами также загрузочный экран. Выглядит он вот таким вот образом. Но при этом в игре таких проблем наблюдаться не будет. Не переживайте, я повторяюсь уже так же не в первый раз. Итак, нажимаем пробел. И вуаля. Ах да, еще одна проблема, друзья. К сожалению, видеоролики почему-то у меня перестали работать. То есть, видеовставки какие-то не работают. Но при этом с игрой проблем никаких совершенно нет. То есть, выглядит все вот таким вот образом. Смотрите. Есть также проблема с углом обзора. Те текстуры, которые находятся ближе к краю, слева и справа, немножечко увеличиваются и расширяются. То есть, обратите внимание, персонаж сейчас выглядит вот так. Мы с вами делаем поворот. И они у нас с вами вот такие стали более широкие. Это не очень удобно. Но, повторяюсь, я пытался передактировать Fixed Fove на другое значение. Но толку это, к сожалению, просто никакого не дало. Неприятно, но, по крайней мере, вот так у нас с вами все работает замечательно. Почему нельзя этот параметр отредактировать? Почему он не работает? Ну, может быть, только у меня такая проблема. А вы попробовали, например, Fixed Fove поменять на 1.00 или 1.06, и у вас все заработало замечательно. Но это будет прекрасно. Так что, огромное спасибо за внимание. Не забудьте подписаться на канал, поставить лайк, рассказать друзьям. С вами был Иван Ширанко. Еще больше классных и не менее увлекательных гайдов, летсплеев и всего крутого. Также в IT-сфере вы сможете найти меня на канале. До новых встреч. Скоро видите, не переключайтесь. И пока-пока, ребятушки. До новых встреч.